Розыгрыш Добрый день. Хочу начать прямо с задачек. До того, как мы что-либо будем рассматривать, я хочу посмотреть, как вы себя будете вести при приходе вам определенных карт. Вот, пожалуйста, задачки. Пока вы читаете, я попробую озвучить эту задачку. Ваша рука Туз Король Пик. Вот они как раз у меня приготовлены. Вы сидите на первой позиции. Тип игры лузовый, особенно при флоп. Лузовый – это означает, что игроки часто заходят, играют на разных многих комбинациях. Лимиты 1-2. То есть это блайн. Вопрос. Вы делаете рейс с первой руки, ставите 7 долларов. Следующий после вас игрок переставляет до 21. Весь стол пасует, и вы ставите ререйс 78. Соперник калирует, и вы печально смотрите на флоп. 4-7 дамы, из которых 2 трефа и 1 бубна. Нет ни Пик, ни Туза, ни Короля. Ваш ход – вопрос. Как часто вы будете продолжать атаку? Первый, значит, вариант у нас. Ну, то есть в процентном отношении 100%, 70%, 40%, 10% или никогда. То есть я хотел бы ваше мнение услышать после мнения остальных, если вы не против, Макс. Есть какие-то идеи, соображения? Вот Виталик, совершенно новый в покере человек. Ну, какая-то идея. Вот представьте, у вас тут король, а на стол пришли, что там, дамы 7 треф, и дамы 4 трефа и 7-ка бубновая. Вот эти карты никак не выселяют руку, разве что дама, но это очень... А дамы никак не наоборот, у кого-то может быть дама. Да, вот я как раз об этом и говорю, что у кого-то может быть уже сет на дамах, таким образом, то есть были уже две дамы на прикупе. Ну, да, на дамах, или просто туз дамы. С другой стороны, если... То есть о карте здесь мне сказать особенно нечего. Что касается поведения соперника, то можно сказать, что он достаточно осторожно наращивает ставки, то есть он, с одной стороны, у него есть какая-то рука, но, с другой стороны, она не убойная, то есть это не пара королей, скорее всего, и не пара тузов. Возможно, так же туз король, загадать сложно. Но, скорее всего, это какая-то старшая пара. В данном случае мы никакой пары не имеем, мы имеем две карты для того, чтобы эту пару приобрести. Шансы на приобретение этой пары весьма неплохие. Но флеш мы уже не соберем. Никогда. Да. Трид теоретически возможен, но вероятность его крайне низка. Нам нужно получить валет и десятку, и на обоих картах, то есть... Пренебрегаем, почти невозможно. Да, практически невероятно. В этой ситуации я, как человек, который играет, потому что есть на руках, а не потому что он ждет, я сброшу. Вариант. Но, с другой стороны, мы условились не говорить о картах, а мы условились говорить об игре соперника. Соперник наращивает ставку достаточно осторожно. Судя по прикупу, маловероятно, что этот прикуп радикально усилил его руку, если у него не было дамы. Вероятность того, что у него есть цвет на дамах, так же низка, как у нас, получается, три в данной ситуации. Ну, а разве вам только цвет на дамах страшно? А на две восьмерки, две девятки, два валета, две десятки. По большому счету, любая пара страшна. Да, поэтому... Но пока что я разделяю ваши все опасения. Есть еще какие-то мнения у вас? Мне кажется, что если он калиру, я не знаю только величину стека общую. Ну, представьте, что большая, потому что у нас блайнды стоят 1-2, мы подняли уже 7, он еще переставил у нас, у него что-то есть, 21. Ну, он калировал довольно большой рейс, и мне кажется, у него либо какая-то пара, может быть, некрупная, ну, начиная там, наверное, с восьмерки, либо, может быть, туз с какой-то сильной картой тоже, например, с дамой. И также есть опасность флэша, здесь на столе, на флопе две крести есть. Ну, в принципе, может быть, два варианта, либо сделать чек и посмотреть, что сделает противник, и от этого исходить. Либо, наверное, продолжать атаку. А у вас, Мас? Я думаю, этой задачей важным фактором есть размер стека, так как мы считаем, что большой стек, но я приведу пример, если бы у нас было три разных стека, и будет три разных решения. Например, если у нас останется в банке сейчас примерно около 160 долларов, если у нас стек будет до 160 долларов, я буду в 100% ставить на этом флопе, я продолжаю и привязывать себя к банку. Потому что, вероятнее всего, у него здесь средняя пара, и, возможно, он еще сможет ее выбросить. Мне достаточно, чтобы он достаточно редко обрасывал, это уже будет плюсовый ход. Поэтому я буду ставить примерно бет 80 долларов, 100 долларов и уже эквилировать по шансам его разворот. Если у нас стек будет примерно 200-300 долларов, тогда я чаще сделаю бет треть банка и 40% примерно в половине случаев. А если у нас будет очень большой стек, тогда я сделаю бет полбанка примерно, потому что если я сделаю чек, я уже сдамся с тускорой. Просто он украдет меня этот банк. Я сделаю полбанка бет и сдамся на агрессию. Отлично. То есть читаем мысль человека, который составил эту задачу. Он пишет, дамы, конечно, неприятная карта, поскольку туздамы у соперника вполне вероятны. Но это только малая часть той палитры рук, которая возможна у соперника. Скажем, неплохой шанс на то, что у него средняя или мелкая пара, на которой ему придется сильно напрячься, раздумывая над вашей ставкой продолжением. То есть у него очень много рук, которые он не будет знать, что делать, кроме туздама или король-дама. Ваш третий ререйс явно показывает большую силу врагу. А также еще до флопа заявляет о том, что так просто вы из этого банка не выйдете. Так что ответ колеблется между 70 и 100 процентами за ставку продолжения. А если соперник лузоват при игре до флопа, то продолжать можно буквально всегда. То есть, ну, я согласен с очень ценной добавкой от Макса, что ответ сильно зависит от величины стека. То есть мы почти всегда увидели эту ставку продолжения. То есть мы продолжаем атаковать. Только в зависимости от того, если маленький стек, мы ставим половину этого стека, там большую ставку 80. А в других случаях можем поставить и поменьше. Ну, чтобы в случае чего дешевле отскочить. Ну, то есть если вдруг получаем ререйс от туздама. Хотя мы заявили два туза своими последовательными ставками, и туздамы тоже могут там, даже не обязательно нападут. Вот, собственно, ну, уже есть некоторое представление, как мы разыгрываем такие крупные карты без совпадений на столе. Очень часто мы делаем рейс до флопа, а вероятность увидеть на столе свою карту не такая уж большая. Поэтому если мы, тогда если мы так играем, не увидев ничего в себе полезного на столе, чекуем и сдаемся, то лучше, может быть, и не реализовать. Потому что видеть мы будем не так часто. У меня вторая мысль была как раз просто, если говорить по картам, то это назначить сброс. А если говорить по стратегии, по которой набирал, по которой действовал противник, то я, собственно, не успел просто сказать. Я бы, наверное, как Макс, попробовал еще, наверное, одну ставку. Но не больше. Нам важно с самого начала мыслить хотя бы на втором покерном уровне. Это пытаться представить себе руку, которая может нам противостоять. На какой руке он не выбросит. То есть у него явно не 5-4. То есть он может попытаться украсть, переставив нас с 7 до 21. Но когда мы поставили 78 у Ланкова, то у него там что-то реальное. А что-то реальное, это как раз на этом флопе вряд ли совпадает. Разве что дама. Если мы нарисуем большой спектр рук, которые включают там туздама, король-дама, дама-валет уже вряд ли, то в основном это пары. Поскольку одна дама занята, то пара дам гораздо менее вероятна, чем пара валетов, десяток, девяток, восьмерок и так далее. Ну то есть можно легко, смотрите, вот если у нас каких-то карт мы не видим совсем, то, например, два валета могут быть образованы шестью способами. Валет-пик, валет-червей, валет-пик, валет-бубновый, валет-пик, валет-трифовый, валет-червовый, бубновый-трифовый, и последний трефовый с бубновым. То есть всего шесть вариантов. Из некоторого множества. То с королем можно образовать шестнадцатью различными способами. А вот когда мы одну даму уже увидели на столе, то из оставшихся карт возможность собрать две дамы в руке, чтобы у него было три дамы, всего есть сколько, почитайте сами варианты. Пиковая с червовой, червовая с бубновой, пиковая с бубновой. Три варианта. Поэтому вероятность того, что у него валеты или десятки, как минимум в два раза выше, чем дамы. Просто потому, что мы увидели даму. Я правильно понимаю, что имея руку туз-король, мы и на тузе и короле эти шансы на себя тоже немножко отбираем? Конечно. На туз-король пару. Конечно. Ну, дело в том, что увидеть туза или короля у нас в значительно больших вариантов. Их всего осталось шесть карт в колоде. То есть, а, например, если у вас две дамы, то только две карты. Да, это понятно. Ну, то есть, мы решение задачи, мы делаем ставку продолжения почти всегда, а в зависимости от того, какой у нас тег, мы выбираем размер этой ставки продолжения. То есть, нормальный размер ставки продолжения от 50-ти, там, до 75-ти процентов банк. Ну, недостаток у всего этого, у всей этой игры, это именно профессиональный подход. Потому что покерные игроки, они могут себе позволить проиграть в данном случае рейс, насколько я понимаю Максима. То есть, он готов с этим рейсом, в принципе, расстаться. Если соперник его калирует или сделает ререйс, то Максим спокойно его сбрасывает и ждет следующей сдачи. Что касается непрофессионального игрока, для него расставание с каждой вот этой ставкой, это процесс, ну, если не болезненный, то крайне неприятный. Поэтому профессионалы играют на длинной дистанции, и, соответственно, они легко нивелируют эти риски просто профессионализмом тем, что дисперсия, то есть, вероятность их выигрыша на длинной игре, она всегда выше, чем у непрофессионала. А для непрофессионала это весьма болезненное решение. То есть, здесь тоже надо учитывать... Ну, так что вы говорите? А, допустим, человек заколировал, у него туз валет червей, например. Нет, это безотносительно вообще, это сдача. Действительно, скорее, позиция рейза и не рейза. То есть, то, что здесь делает персональный игрок, то, что сделал Максим, безусловно, это достойно уважения, и это правильно в данном случае. Но с непрофессиональным игроком, боюсь, следовало бы подумать, что он, скорее всего, сбросит. Пока не остыли, еще одну задачку, и сразу перейдем к делу. Все то же самое, только у нас туз бубновый, дама червовая. Такой же ноу-лимит, кэш, полный стол. У нас средняя позиция, все игроки очень лузовые, бланды 25-50. Вопрос. Вы открываете торговлю рейзом 150, со средней позиции, калирует двое, баттонный маленький блайн, слоб 7-4-3. Ну, опять же, как бы, никакой, и все еще они разномастные. Нету ни одной карты, совпадающей по масти, то есть мы не боимся пока что никаких флешей. 7-4-3. Маленький блайн-чек, вычек, баттон-чек, а на терни приходит пиковая четверка. Маленький блайн-чек, вы ставите 300, при банке 500. Баттон-пасс. Маленький блайн ставит рейс 600, вы кол. Ривер, семерка, червей. Маленький блайн ставит 1200. 1200. Что делать? Варианты ответа, пасс, кол, рейс. Судя по всему, кто сидит на малом блайн-чеке, у него были очень слабые руки, либо младшая пара, либо вообще мусор. И сейчас он собрал, судя по тому, как приходили карты, то есть пара четверок, пара семерок, не исключено, что у него либо фулл-хаус, либо хотя бы тройка. То есть это комбинация, которая побивает нашу никчемную даму с Дузом. И продолжать игру в данной ситуации логически просто бессмысленно. Но стэк большой, и нужно учесть то, что игроки Лузовые в принципе любят оставаться в игре до конца, любят испытать удачу и любят дождаться последней карты. То есть не исключено, что можем иметь здесь вариант блефа, но против этого варианта говорит то, что блеф начался где-то, наверное, с терна. То есть до этого игрок играл крайне осторожно, а те, кто блефует, обычно стараются выдавить соперников раньше. То есть учитывая два вот этих расклада, мне кажется, пас здесь был бы наименее болезненным вариантом, несмотря на большой стэк. Хорошо, кто еще? Сейчас одну с кончмакс. Мне кажется, что здесь уже довольно большой банк после всех этих рейзов и ковов. Игрок, который он ставил, он рейсил после терна четверки. Есть опасность, что у него могла быть четверка, но не слишком большой рейс, он это сделал. Скорее всего, у него могла быть ну, пара троек, например. Приходит на реверии семерка. Может быть, у него фулл хаус, но мне кажется, что ставка не слишком большая. Хотя, может, она быть заманивающей ставкой. Но мне кажется, в этой ситуации надо либо закоррировать, либо сделать рейс. А вы имеете пару троек своих у него, карманных, или просто одна из троек создает парус со столом? Просто у него троек была на руке. Просто троек в руке. Тогда у него нет фулл хаус? Тогда у него есть три паруса. Нет, если у него была четверка. Нет, четверка. Да, но скорее всего, нет четверки, потому что он сделал небольшой рейс, когда вышла еще одна четверка. То есть с этим, скорее всего, игрок был бы более агрессивен. Возможно, если он не хотел за слово плейть игру и заманить. То есть здесь, конечно, просто масса вариантов может быть, но ты рассчитываешь из-за того, что банк уже довольно большой, скидывать, мне кажется, не совсем верно будет. То есть ваш решение кол? Ну, как названо. Может быть, кол, либо рейс. Рейс. Может быть, даже еще рейс? Это же то, что это будет. А ваше решение? Я считаю, что если мы получили на турне мини-рейс малого блайнда и еще ставку больше половины банка на пятой карте, то я думаю, что мы бьем только блеф. Я считаю, что здесь мы должны спасать. Суздава. А Макс? Я думаю, это очень легкий пас, потому что здесь на ривере, то есть на пятой карте нужно сразу рассуждать по карте оппонента, а не по своей. Здесь очень важна именно карта оппонента. Туздама здесь не важна. Мы так же самым здесь разница между Туздамой, между восьмерками или шестерками нет никакой. Потому что вот мы смотрим, флоп все прочекали. На турне мы поставили 300 долларов проверочный бет, что есть правильно. Малый блайнд сделал мини-рейс 600. Здесь я его ставлю на четверку или на Туз 7, король 7, примерно такой диапазон. Возможно, и карта посильнее, потому что он флоп мог спокойно прочекать, даже две пары, с три, сет. А мини-рейс это опасность. Он, скорее всего, бы среднюю карту просто проколировал, такую как 7-10, 7 валет, а мини-рейс это уже опасно. Я не думаю, что он будет блефовать мини-рейсом. Он бы сделал рейс где-то 800, это, возможно, был бы блеф, но все равно я бы выбросил. если мы сделали колл, что неверно, то на ривере он сделал бет 1200, здесь, скорее всего, у него четверка, семерка, и карта даже посильнее. Примерно 85% у него будет карта сильнее, нам не выгодно здесь колировать. А разницы между двумя тузами или туздамой вообще нет, потому что мы бьем или блеф, или у него фулл хаос. Поэтому тузы не бьют фулл хаос, а туздама бьет блеф так же, как и тузы. Разницы просто нет. То есть я бы так же здесь и тузы выбросил. И по такому разыгрышу. Но я бы не так играл ранее просто. А как бы вы играли ранее? Я бы еще флоп поставил с тузами. На флопе? Да. Сразу без, чтобы знать, где я стою. Так. Размеры примерно полбанка? Чуть больше. Чуть больше полбанка. Две третьих. Если оппонент трейс, я могу проколировать еще раз и смотреть уже на четвертой карте на его реакции. Потому что он может флоп еще проверять по семерке, по средней карте. Гадшот, например. Ну да, какие-нибудь туз пять, туз шесть. Розыры с туздамой мне такое не нравится. Тем более, так блеф скрывать здесь с минусом. Ну, прочитаем. То есть тут кул мы можем рассматривать только в качестве поимки блефа. То есть мы обыграем только блефующую руку. У которой вообще ничего нет. И то мы сыграем ничью с блефующей рукой с тузом. Ну, например, если у маленького блайнда была бы карта какая-нибудь там туз пять, туз шесть, там, и он бы, или там, не знаю, туз два тоже годится. То есть он может купить стрета, то при повторе он понял, что ни у кого ничего нет, то, что мы резали, у нас нет пары, мы прочекали. Он может попытаться украсть, это я ему переведу ту руку, рассматриваю, которую мы еще можем, с которой в ничью сыграть. И он может дать на перспективу вот этот рейс. Он понимает, что мы крадем ни с чем, и после того, когда мы его рейс не переставили, а всего лишь заколировали, вот эти шестьсот, мини-рейс, он понимает, что у нас кроме туза, там, с дамой, с королем ничего. После того, как открылась семерка, он понимает, что его туз ничуть не хуже нашего, несмотря на даму, как шестая карта, не умещается в эту комбинацию две пары с тузом. Вот, поэтому он без всякого риска для себя, без несчастья, ставит большую ставку 1200. И для нас бессмысленный кол, то есть мы в лучшем случае получим ничью. А проиграем и четверкам, и своим всяким парам, и любой там семерке с королем, с тузом, неважно. Вот, то есть я присоединяюсь. Что тут он еще говорит? Мини-рейс на терне при спарившейся четверке смотрится, ну, как бы неважно, если у него тоже четверка, то есть, как бы с четверкой человек может просто там, наскальнуть. Поэтому четверка вряд ли. Вот, а семерка или какая-нибудь парочка, которая пока что старше, старше выглядит, вполне может быть. И учитывая, что после семерки мы не бьем даже и блефы, потому что здесь блефы могут быть там, но с каким-нибудь тузом, то, наверное, я тоже присоединяюсь к тому, что мы просто пас и все. А сейчас, наверное, может быть, преждевременный кофе-брейк. Музыка. 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 Киев. Отель «Премьер Палас». Покер-клаб менеджмент, а также Российская и Украинская Федерации Покера представляют с 13 по 17 августа Кубок Украины по спортивному покеру. Выбери свой турнир. Подробности на нашем сайте. Хотите играть и выигрывать в покер? Тогда вам на 3WTV ProPoker.com Начните свою профессиональную карьеру с правильного выбора. 3WTV ProPoker.com Ваш гид в мире онлайн-покера. Напомню задачку, которая встречалась нам в уроке о средних парах. Тогда мы ее рассматривали с позиции двух валетов. У нас блайнды 100-200 и лимперами, то есть просто калирующими заходят 5 человек, маленький блайнд уравнивает. Тогда с позиции двух валетов мы рассматривали, что лучше сделать и реально увидели, что был сделан рейс в размере 1400. При позднейшем анализе был совет, что рейс в размере 2500 выглядел бы предпочтительно, этого еще нет ничего. Для того, чтобы какие-нибудь оверкарты не получили достаточные шансы банка, чтобы идти. Потому что и так 1400 предполагает почти двойной ответ для любой руки. Поэтому советовали ставить больше банка. Но случилось то, что случилось. Рука здесь были, туз король заколировала тогда, все остальные выкинули, и мы увидели вот такой флоп. В действительности была сделана ставка с колом, открылась восьмерка червей, балеты поставили ол-ин, и после мучительной паузы туз король, где был червовый туз, заколировали, и после открытия четверки пик проиграли. Вот такая была раздача, выигранная двумя валетами. Так я, или что-то я, может быть, неправильно вспомнил? Неправильно. Хочу про туз король сказать. Да, про него. Я бы, с туз король сразу делал рейс с первой позиции, потому что стейки довольно глубокие. Нет смысла сейчас скрыть тысячу фишек, то есть сделать лимб, а на рейс поставить ол-ин. Мы крадем тут тысячу фишек, но сколько раз будем попадать на короли, на тузы или играть кайнфлип. Но если уже так сыграл лимб, то на рейс 1400 стоит переставить вал-ин, и оппонент с вальтами, я думаю, спокойно выбросит в пас лучшую карту. Даже я бы на месте вальтов выбросил, потому что туз король очень имитирует тузов или королей. Очень опасный ход. А на флопе, если он уже сделал такой кол при флопе, на флопе просто нужно выбросить на ставку в банк. Потому что у него только оверкарты, слишком плохая карта. Да, согласен. То есть вся задача могла быть решена еще до флопа. Потому что туз король с самим своим существованием в значительной степени исключают тузы или королей у оппонента. Потому что если изначально есть шесть вариантов составить два туза и шесть вариантов составить два короля, то имея туза или короля мы сокращаем количество этих вариантов до трех. Ну что почти невероятно, незначительно. То есть гораздо вероятнее у него есть пара. Худшая для нас это дамы, а дальше идут и валеты, и десятки, и девятки так могли сыграть. Поэтому туз король могут смело ставить какой-нибудь гигантский рейс. Тут плоский рейс не годится. То есть нельзя поставить вместо тысяч четыреста две восемьсот. Если стейки у них, как мы выяснили, были там тысяч по десять, по двенадцать, по пятнадцать, то есть смысл, все равно, если ты сейчас поставишь рейс, например, пять тысяч на эти тысяч четыреста, ты все равно уже привяжешься к банку. Поэтому есть смысл поставить. И ты против двух дам будешь стоять в позиции, которая, как Макс сказал, называется коинфлип. Мы его назовем равное противостояние. То есть будут примерно равные шансы. У двух дам чуть лучше, скажем, и то эти две дамы могут не удержаться, а выкинуть, потому что будет похоже, что они попали все-таки в два туза. Очень часто две дамы, два валета, а иногда и два короля просто могут выкинуть. То есть не исключено, что в ответ на наш такой огромный ререйс партнер выкинет почти любую руку. А если останется, то у нас еще есть честные 42% на то, что придет наш туз или король и мы просто выиграем. Вот, собственно, весь розыгрыш с тузом королем. А если бы у нас были бы не туз короля, а туз дама, например, или король дама? С первой рейс точно надо делать. Нельзя играть лимбом. Уже в фол дели рейс. Если очень боимся играть неуверенно, то можем дама-король спокойно выбросить, а туз дамой дать рейс. И на рейс чаще всего выбросить. Так, то есть туз король значительно отличается от туза дамы именно тем, что это две самые старшие карты. Просто если против нас вдруг идет крупная и тогда мы не опасаемся двух дам, двух валетов. А туз дамой мы не можем так играть, потому что в эти отсутствующие у нас пары, пары отсутствующих у нас карт, умещаются например два короля. И тузом дамой против двух королей мы будем смотреться очень бледно. У нас вместо 45% будет только 30% в лучшем случае. Поэтому тузом дамой мы так переставить не сможем, а тузами королями сможем. Поэтому с туз дамой рейс и на ререйс от валетов пас, а с королем дамой можно рейзануть и точно так же на ререйс выбросить. То есть мы заявляем, у нас хорошая карта, пацаны есть у кого-то, чем сопротивляться. То есть с колами приколов у нас все хорошо, и то мы должны опасаться таких рук, как туз дама, туз король. Почему например на король валет вообще так нельзя играть? Ну что рука ловушка. Как только ты поднял на король валет и кто-то заколировал, ты, какая бы карта твоя не открылась, ты опасаешься, что у противника есть она же, только с лучшим кикером. Откроется валет, у него может быть валет туз, откроется король, у него может быть туз король или король дама. Поэтому король валет не входит в группу вот таких активных агрессивных рук. А входит в группу защитных таких рук. Давайте посмотрим, только что заговорили о король даме, то есть же из Харрингтона есть пример с королем дамой, а именно с королем дамой треф. Вот он такую задачку тут предлагает. В начале второго дня турнира 2005 года в Беладжу я за новым столом примерно в той же позиции, что и в предыдущем розыгрыше. А предыдущий розыгрыш это против Гас Хансона с двумя семерками. М равно 16. Игрок Е компетентный игрок, добившийся хороших результатов. Игрок на позиции большого блайнда имеет мелкий стек, его М равен всего лишь двум. То есть он может выжать два круга. Игроки до вас А, С и Д все сбросили. Игрок Е сделал рейс до 1800. Какой тут поставим 1800, чтобы помнить. И в банке в банке сейчас 3575. А на большом блайнде, как мы помним, сидит человек с очень маленьким стеком. Что вы будете делать с король-дамой три фолны? Выбросите кол 1800 или рейс там, например, до 5000. Это очень интересная раздача, потому что человек, который сделал рейс после четырех фолда, он не будет очень на широком где в Позане открывать рейс, потому что человек на бланде, только 2М, он часто будет в автолине на средней карте. То есть просто добавить на 8-9 на такие карты, 10 валет, будет играть олин, потому что у него уже осталось очень мало фишек. Но у нас тоже очень очень хорошая карта и фишек у нас тоже мало, мы обязаны уже что-то придумывать и это рейзить, потому что потом останется мелкие стеки только на лин. Поэтому я бы сделал рейз и привозил себя к банку. Вот и ситуация. Карта слишком хорошая, чтобы выбрасывать. 10 валет одномастных я бы еще предпочел выбросить. Король дамы. Что там случилось на самом деле? Вы играете, а там 1800 поставили рейз? 1800. На самом деле вы играете кол 1800, как там было в этой раздаче. 1800 кол. А игрок на позиции большого блайнда, как мы ожидали, идет в ол-ин. Ставит 3 300. Ну, не знаю, будем считать, что это 3, и вот тут 300. И теперь в некоторые клещи попал человек, который делал первый рейс. С этой стороны уже угрозы нет, но ему задают такой вопрос сакраментальный. Будешь жить или не будешь? Что ему делать? Ему надо коллировать 200, либо самому переставлять, но он не знает, с какой силой заколлировали здесь. А мы наоборот в хорошей позиции смотрим, что он будет делать. Игрок Е сбрасывает. Да, там еще есть маленький блайнд, который, по-моему, тоже заколлировал. Прошу прощения. В поте так, что вы будете вы, мы заколлировали, игрок на позицию баттона сбрасывается, игрок на позиции малого блайнда коллирует. Вот это важный момент. И только большой блайнд реализует. Здесь еще один стоит кол, 1800. И вот этот первый рейзер, который попал в клещи, он понимает, что он попал в неприятную ситуацию, и он выбрасывает свои карты. Эти деньги переходят в банк. Вот. И теперь мы можем продиктовать малому блайнду линию поведения. И Харрингтон говорит, что помня ту ситуацию с Хансоном, когда он просто заколлировал, и после этого вынужден был выкинуть на любую ставку, тем более понимая, что эти 3300 могут быть хорошей карты, как тогда в том случае две дамы. Он говорит следующее. Он говорит, после моего кола игрок на позиции баттон сбросил, игрок на позиции малого блайнда ответил простым колом, но игрок на позиции большого блайнда пошел в ОЛН на свои последние 3300. Затем игрок Е сбросил. Теперь я практически в такой же ситуации, как в случае с Хансоном. Я не обращаю внимания на игрока с позиции большого блайнда, чье значение так мало, что он почти обязан играть с любой маломальской стоящей рукой. Вместо него я сосредоточусь на игроке в позиции малого блайнда, который сделал лишь школу на первом круге торговли. Игрок с сильной рукой сделал бы рейс, чтобы исключить некоторые неблагоприятные следствия игры из-за невыгодной у себя позиции. Я почти уверен, что у него мелкая пара если я прав, я бы хотел избавиться от него и получить только лишь олынщика на большом блайнде и с кучей мертвых фишек в банке, которые вот эти 1800, вот эти 1800. И остаться с ним один на один, который, по моим представлениям, он должен был так сыграть с любыми картами, а многие из этих любых карт младше, чем я. И он говорит, я решил не повторять ошибки с Хансоном и сделал рейс до 7000. В результате этот ход оказался сильным и правильным. А чем там закончилось, сейчас я скажу. Значит, я сделал рейс до 7000, игрок на позиции малого блайнда сбрасывает, я забираю обратно 4900 от суммы рейса, оставляю банк размером 12275. Игрок на позиции большого блайнда открывает король 6 пик, на флоп приходит король 7-2, и игрок на позиции малого блайнда кричит, я сбросил две двойки. То есть, мы вот этим своим рейсом выгнали две двойки, которые получили бы на флопе сет, и игрок на позиции большого блайнда не усилился, шестерка не пришла, и мы выиграли этот банк. Вот. Вот такое прецизионное решение. Теперь в комментариях. Я полностью согласен с этими рассуждениями. я бы так же сыграл, потому что понятно, что у малого блайнда сильной карты нет, мы постоянно будем перейти с король одномастным. Мы обязаны переставить играть против блайнда, у которого слабая рука будет. Было бы интереснее, если бы человек, который открывал эту торговлю рейсом, сейчас бы поставил нам рейс 1007, например, он может так играть на средней карте, потому что в банке много фишек, он понимает, что у малого блайнда карта не сильного номинала, а у нас возможно тоже что-то среднее. Но я бы скорее всего выбросил. А так, когда у нас такие шансы банка, и мы понимаем, что у малого блайнда нет карты, мы обязаны переставлять. Ну да, потому что если бы вот этот игрок в ответ на ожидаемый оллин с большого блайнда, он же тоже все самое понимает, что мы заколировали у нас не очень сильная карта, нет двух тузов там, у этого тоже нет двух тузов. Дальше он просто все делает то же самое, что делали мы, только с учетом двух оппонентов. Имея там, например, какую-нибудь руку туз-валет, он просто ставит рейс еще раз 7 тысяч, и знает, что скорее всего выгонит и этого, и того. То есть чисто позиционная игра. И в этом смысле, чем Харрингтон-Велик, он иногда даже ориентируется не на там размер ставок, а скажем, на некоторые психологические аспекты игры. Ну, скажем, я помню такой случай, он говорит, в финал большого турнира в Беладжево за столом осталось 4 человека. Он чип-лидер, там у него стоят 3 миллиона. два других конкурентоспособных игроков, у одного там миллион 800, у другого полтора миллиона, а последний такой доживающий, у него там 170 тысяч последний. Ну, один из вот этих конкурентоспособных участников, молодой человек, там, ну, возможно, из интернета пришедший совсем юноша, и видно, что он уже, ну, как бы парит там за первое место миллион долларов, за второе место там 600 тысяч долларов, за третье место там что-то такое 400 тысяч долларов, а за третье 150 тысяч долларов, за последнее, за четвертое. Вот. И бытовая ситуация, блайнды у мертвого, этого умирающего с маленьким стеком, и у Харингтона. Один выбрасывает, а этот юноша ставит какой-то рейс с Баттона. Ну, наверное, что-то у него там туз дама, туз король, там, какая-то карта. Вот. Мертвый пас. Ну, Харингтон, говорит, ну, только сделал вид, что посмотрел карту. На самом деле не смотрел. Он ходит улы, вот. и молодому человеку этому психологически очень трудно сейчас рискнуть вот этими местом, которое дает ему лишних 250 тысяч долларов. Возможно, это такие деньги, которых он до этого никогда не видел, вот, и к которым он уже привык, потому что ему все, что нужно, чтобы их получить, это пересидеть этого умирающего, а он это сделает почти наверняка, если просто ни разу не войдет в игру. Поэтому трудно себе представить карту, на которую он бы ответил на этот рейс Харингтона, разве что с двумя тузами, но и некоторые бы выкинули двух тузов. Почему он не посмотрел? Ведь он мог посмотреть. Почему он не посмотрев, сделал вид, а не посмотрел? Что он приобрел при этом? Он у себя снял эту нагрузку психологическую, что ли? Вероятность неправильного решения? Ну, скорее всего, он бы не увидел там двух тузов. Он просто поставил в индустрии. Я бы на месте этого что сделал рейс, я бы, не знаю, если бы у меня был тузовый ролик, я бы, наверное, не выкинул. Не знаю. Я считаю, что это, что сделал рейс на батоне, если он делает рейс, он не может здесь выбросить. Я бы просто не делал рейс, если я выбрасываю на ОЛН. Нет смысла, как раз, если я понимаю, что он будет меня разворачивать. Он тоже это понимает. Если бы я сделал рейс, например, на карте Корольда, я бы проколировал ОЛН и играл на первое место. Потому что нам надо выгоднее играть на первое место, чем пересвеживать эти деньги. Возможно, Харим там понимал и такие вещи, что человек неопытный, и что он сделал рейс просто по карте, не задумываясь о позиции. Просто хотел, там пришла какая-то карта выше средней, он как и должен был в рядовой игре, без учета этого умирающего оппонента. просто хотел украсть блайнды, и не подумал о возможных последствиях, что вот этот чип-лидер может психологически его так прочитать, что он с большим удовольствием пересидит вот этого маленького стека и получит свои законные 400, сколько там, 400 тысяч. То есть вы предлагаете в данном случае этому игроку, который дожидается третьего места, вообще что ли не играть, пока он не станет третьим? А если он, ну как-то по его виду, он понял, что тот уже, ну как бы, как говорят по-русски, держи карман, то есть тот уже держит карман, приготовил, что к засыпанию в закрома Родины там 400 тысяч долларов. Вот. И что для него будет психологической травмой ответить, там как Макс говорит, там с королем, дамой, зом дамой. Вот я думаю, что, ну, многие игроки постерегутся. То есть даже из тех, кто считает себя классами и часто участвует в каких-то таких крупных турнирах, для них все равно это большие деньги. И он подумает, ну хорошо, если, то есть они должны знать, что это старая Лиса Харрингтон, что вот он может такой сквиз-плей там против одного использовать. Вот. Они, скорее всего, подумают, ну хорошо, если вдруг я даже там сильнее, ну я буду играть коинфлип какой-нибудь там. Да, 60% на 40. Вот. А попаду в какие-нибудь две восьмерки, ну и мне еще хуже. Это хороший пример для уже финального стола. Но вот если для премьера вспомнить хедзап-чемпионаты, когда играют старики, люди, которые играют в покер больше 20 лет, больше 30 лет, типа доли и же с ними, они очень часто двигают ол-ин. То есть им просто скучно играть в долгую, то есть они хотят либо выиграть, либо проиграть и поехать по своим делам. Либо здесь это единственная их позиция вообще игры. Нет, тут важный такой момент. Очень часто, когда или смотришь, или читаешь, а на самом деле материалов в последнее время все больше и больше таких покерных, ну и экспертных, ну а вот что там, по-английски карты так же выглядят. Вот так вот. Кинг и Кью такие, то есть и Джек. Так вот, смотришь, там кто-то поставил лол-ин, человек выбрасывает туздама. Хотя туздама такая достойная карта, на которой можно было бы и пойти, их осталось там 5-6 человек в турнире, финальный стол. И он сам с большой радостью бы двинул на туздама лол-ин, если бы было его слово. Но есть такой аспект именно турнирной игры, как правило первого входящего, то есть когда ты двигаешь лол-ин первым, то у тебя есть еще от ожидания паса. То есть, есть некая вероятность, что люди выбросят. То есть, пусть даже если эта вероятность небольшая, там даже, допустим, 10-20 процентов, что выбросят, все равно она лишняя. Ты попал в какую-нибудь парочку, там, coin flip у тебя не довес, там, допустим, в две десятки, в два валета с туздамы. у него будет 55 против 45, это если он не выбросит. А если есть вероятность, что 20 процентов, что он выкинет свои десятки, ну, почему-либо не захочет выйти в этот кровавый бой, потому что у него тоже есть резон и не идти. Может, он попал в старшую пару, у него 20 процентов только. А попал в туз-король, в туз-даму, у него там, честные 50. Зачем такое противостояние? Можно ли говорить о том, что некоторые игроки могут просто начать играть сверхагрессивно на финальных столах? Вот вспомним, например, кубок Гарри Бомана, по-моему, позапрошлогодний, когда Черновецкий выиграл, он же оставался самым слабым стэком, в итоге выиграл турнир, потому что он все время был агрессивен. Из-за этого стэк у него был небольшой, но в итоге он отыгрался и всех обыграл за счет того, что он постоянно был агрессивен именно в финале, когда все места делят между собой в голове. Да, и это те соображения, которые должны принимать во внимание игроки, которые хотят сильно играть в турнирах, что когда идет финальный стол, и когда существенные деньги отличают седьмое место от восьмого, а восьмое от девятого, то его агрессивная игра будет вознаграждаться вдвойне. То есть вообще агрессивная игра в покере вознаграждается, потому что есть вот это мотожидание паса. То есть при прочих равных есть еще вероятность, что человек просто выкинет. Вот если надеясь на повышение своего места. Да, то есть повышение своего места вот оно уже не за горами. Например, я сижу и идет какое-то столкновение. Макс говорит, а я тоже зайду в этот банк, где уже двое поставили ОЛН, и если выиграю, то я буду бороться за первое место. Такие соображения тоже имеют право на существование. Но многие играют так, что я лучше это пересижу, кто-то из них вылетит, а для меня это лишние там 10-20-30 тысяч долларов. у меня недавно случилось реально в кэш-игре. Прямо за мной сел достаточно агрессивный игрок, который меня все время переставлял, и мне это начало уже надоедать. Я решил в какой-то момент огрызнуться и переставил его на валет 4 одномастные, то есть у меня был там стэк какой-то там 380 долларов в игре 24. Он поставил рейс 50 в ответ на мой какой-то страдал, а я поставил 300, ну почти весь свой стэк. То есть доставил бы я уже на любой карте. В ответ конечно я получил all in, мне оставалось добавить 80 долларов, вот, и он показал две десятки еще до флопа. Открылся флоп с десяткой, тут 10, 3, и ни одной, вот у меня были валеты 4 одномастные, но они были бубновые, вот, ни одной бубны, вот, но следом что там приехало пятерка и двойка, я сказал давай заноси капусту стрит, то есть он был мягко говоря обескуражен. Я к тому, что действительно может быть если не бояться розыгрыша, то на стол может прийти любая карта, вот, но при этом не бояться розыгрыша лучше рейза маниколу, потому что ты сохраняешь для себя ожидание паса. Дуэл Брансон так играет, то есть он не боится вот даже Ривера, то есть он играет до Ривера, и практически он не сбрасывает на пусы в опыт. Дуэл Брансон не самый агрессивный человек, поэтому написал свою книжку «Суперсистема», когда я еще только-только закончил школу и не играл в покер вообще. Ну что, мы будем считать, что мы достаточно поработали с этими старшими картами, вот, на самом деле это не последний день, когда мы с ними встречаемся, потому что они у нас будут присутствовать, это наиболее частые комбинации, с которыми игроки в покер заходят в банк, рейзами и колами, вот, а следующий урок это одномастные связки. Разберем, с какими картами есть смысл ходить в попытке построить стрит или флеш. Субтитры создавал DimaTorzok